Центробанк проводит в Тверской области курсы для кассиров и всех предпринимателей, которые так или иначе взаимодействуют с наличными деньгами. Их цель не только научить определять фальшивки. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Несмотря на то, что электронные платежи набирают всю большую популярность, значительная часть покупок и по сей день оплачивается наличными. А значит, проблема фальшивых купюр по-прежнему очень актуальна. Кроме того, банкноту могут вызывать и другие вопросы, и даже конфликтные ситуации. Например, на кассе магазина. Это может быть поврежденная, имеющая определенное повреждение банкнота. Также кассир отказывает в ее приеме, говорит о том, что у него банк потом не примет, он не уверен, подлинная ли это банкнота. Кроме того, время от времени Центробанк выпускает то новые монеты, то, что более важно, новые купюры. На это также реагируют фальшивые монетчики, которые тут же выпускают подделки. Людмила Зуева работает продавцом-кассиром в магазине и говорит, что ввиду появления купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, такие курсы самое то. Раньше-то мы хоть тысячные-тысячные-тысячные-то знали, как от чего отличаться, а вот новые мы это не знали, как их, как говорится, правильно подделка, не подделка. Но вот очень хорошо нам все рассказали, показали, теперь будем знать, как их можно определять. Подобные курсы проводятся для небольших групп по 4-6 человек. Это позволяет разъяснить все нюансы каждой купюры. Например, не все знают, что на банкноте в 2000 рублей можно разглядеть луну. Или если дензнак светится при проверке специальными приборами, это не значит, что он фальшивый. Его просто могли случайно постирать вместе с джинсами. Эти и другие моменты разъясняют сотрудники Центробанка, причем не только в Твери. Наши специалисты даже выйдут за пределы Твери и проведут обучение с большей группой. Помимо этого, запущен обучающий курс Банка России для работников розничных торговых сетей. Обучающий курс состоит из двух тем. Подлинность денежных знаков Банка России и платежеспособность денежных знаков Банка России. Всю информацию можно узнать на сайте Университета Центробанка, который рассчитан и на частных лиц. Ведь простым гражданам тоже неплохо бы уметь отличать фальшивки или знать свои права в случае спора с кассиром в магазине или коммерческом банке.